Президентская гонка между кандидатами шла ожесточенно. Предвыборная кампания сопровождалась многочисленными скандалами. Но накануне голосования рейтинги обоих претендентов 69-летней Хиллари Клинтон и 70-летним Дональдом Трампом почти сравнялись. На дебатах они выдавали друг на друга компромат десятилетней давности, на что американцы реагировали бурно. Местные телеканалы почти круглосуточно транслировали многочисленные выступления. За ходом выборов граждане США следили внимательно, в том числе и наши соотечественники. Сейчас мы в Нью-Йорке, на Таймс-сквер, где очень многолюдно. Сейчас у нас 12 часов ночи. Все американцы ждут итогов голосования. Явка на выборы была исторически рекордной. Каждый штат отдал максимальное количество голосов. Это произошло за 4-5 дней до выборов лично на участках, либо путем отправки бюллетеней почтой. Проголосовали граждане страны и в Казахстане. Я голосую за Хиллари Клинтон. Я считаю, это лучший кандидат, который представляет американские ценности и справедливость. Ценю ее большой политический опыт. Будет больше стабильности, но я считаю, что ее политика будет схожа с политикой бывшего президента. Разрыв в симпатиях избирателей между кандидатом от демократов и кандидатом от республиканцев был небольшой. С минимальным отрывом победу все же вырвал Дональд Трамп. Я хочу сказать всему миру, даже если мы ставим впереди интересы всей Америки, мы будем вместе со всеми. С каждым народом и нацией будем находить взаимопонимание. Это будет партнерство, а не конфликты. 45-й президент США пообещал новые рабочие места, обновленную инфраструктуру и улучшение отношений со многими странами. Но это внутренняя политика. Внешне же с приходом Трампа мало изменится, считают колоссанские политологи. Серьезных изменений ожидать не стоит, учитывая, что американский президент никогда не принимает решения единолично. Есть многочисленные бюрократические барьеры парламента. Трамп может внести только больше эмоциональности в процессе личных встреч на уровне международных организаций. Действительно известно, на что он обращал внимание. Он делал акценты на достаточно серьезные резкие движения. Например, знаменитые его высказывания о том, что с Россией необходимо договариваться. И его высказывания по необходимости повышения внимания к странам периферии международных отношений. Достаточно известны его косвенно проходившие указания на страны Центральной Азии, в том числе и Казахстан. Но, опять-таки, повторюсь, это просто риторика, которая на самом деле практически, как опыт показывает предыдущих президентов, практически никогда не реализуется. Влияние же Трампа на мировую экономику очевидно. Нефтяные рынки обвалились, цены на баррель стремительно пошли вверх. В Казахстане доллар взлетел молниеносно, курс тенге тоже ослаб. Но обвал фондовых рынков кратковременно, считают экономисты. Так как на стоимость черного золота больше влияет поведение основных игроков нефтяного рынка. Краткосрочно многие группы активов отреагировали негативно достаточно. Волатильность повысилась по различным группам активов, по сырью, по различным валютам, в том числе развивающихся стран. Но данные события, они всегда временные, достаточно краткосрочные. В этом году, в принципе, что-то похожее мы уже видели. Многие связывают результаты выборов США с тем, что мы наблюдали по Брекзиту. На азиатских фондовых рынках наблюдается резкий спад. Снизились и курсы доллара на фоне опасения инвесторов, что Дональд Трамп может кардинально изменить курс американской политики.